Включить в календарный план школьных мероприятий День культуры родного города. Такое решение приняли педагоги и ученики школы номер 4 и постарались, чтобы первый блин не вышел комом. Буквально меньше года осталось до юбилея города Шадринска. Шадринск старинный, любимый, родной. Шадринск город, где мы живем, он очень красив, он богат людьми, он богат талантами. Убедить в этом школьников и вовлечь их самих в творческое осмысление увиденного и услышанного за эти дни – одна из задач школьного дня, а вернее Дней культуры. Встречи учеников школы номер 4 с талантливыми людьми города проходили на фоне организованных здесь же выставок работ юных художников и фотографов. У каждого из них свой взгляд на Шадринск, но общее для всех умение замечать красоту даже в малом. В школьных классах на импровизированных уроках культуры побывали поэты, музыканты, работники культуры, артисты Шадринского драматического театра. Как это бывает на встречах со старшеклассниками, речь зашла в том числе и о выборе профессии. Заслуженный артист России Валерий Мазур вспомнил о том, каким он был в возрасте своих собеседников. 17-летний пацан поехал в Новосибирск. Я очень любил Боярского и до сих пор его люблю. И поэтому у меня были точно такие же волосы, такой же длины, такие же ботинки на высоком каблуке. Хотя мне этого не надо было. Я точно знаю, что у Боярского рос 176, а у меня уже было 182. Поэтому не надо мне эти каблуки, но я поехал с этими каблуками и с этими волосами. И вот в 78-м году, кстати, я не знаю, не помню, сейчас, конечно, меньше захотят быть артистами. Раньше бы хотели, знаете, кем быть? Космонавтами, артистами. Поэтому на место было 120 человек. Сегодня любители театра не представляют шадринской сцены без Валерия Мазура. А он попал в Шадринск случайно по распределению после окончания вуза. Собирался пробыть здесь три года, но судьба распорядилась иначе. Три года я не знал, как на морфлоте, в морфлоте три года раньше служили. Эти палочки ставил, скорее бы, скорее бы эти три года прошли. А потом эти три года переросли в 33. О своем пути на сцену артист Сергей Суворов решил рассказать в пародийных стихах. Театрально обучался. Стихи умею читать. Нас там учили. Очень даже. Я правилу свою все. Вначале надо быть спокойным. Размеренно повествовать и быть загадочным. В ответ прозвучали стихи, подготовленные девятиклассницей Катей Оплетаевой. Концерт. На знаменитую артистку, что шла со сцены в славе и цветах. Смотря, рука девушка, хористка с безмолвным восхищением в глазах. Нашелся и рояль в кустах, вернее, гитара в руках старшеклассников, которую они охотно уступили гости. Актрисе Шадринского театра Ольге Ашкановой. И тот, кто лезвие рукой, не в силах больше удержать, когда-нибудь любви другой возьмет охотно рукоять. Когда-нибудь любви другой возьмет охотно рукоять. Мы планируем, чтобы этот день стал традиционным. Я думаю, что ребята и учителя, которые приняли участие, им это очень нравилось.